А, да, ну что ж, всем привет в этом благословенном месте, в Белых Облаках, все, кто нас слушает здесь и кто смотрит нас на Фейсбуке Белых Облаков, ВКонтакте. Значит, о чем мы сегодня поговорим, да, мы сегодня будем говорить о самооценке и таппинге. Ну, самооценка, понятно, да, что это такое. А кто-то знает, что такое таппинг? Таппинг. Отлей. О, у нас есть люди, которые об этом знают. Уже, уже неплохо. Ну, сначала о самооценке, да, то есть, как наша самооценка влияет на наши, ну, на нашу жизнь, на наши действия, что такое негативное самоопределение. То есть, определение это, когда мы говорим, ну, кто я, да, я мужчина, я живу в России, я инженер. Я учитель, я учитель, я, это то, как мы себя определяем, да. Да, негативное самоопределение, это негативная наша оценка, как мы считаем, у меня не получится. То есть, вот эти выражения, я не смогу, я не талантливый, я не очень умный. Но это, эти все вещи, они появились позже того, как мы научились говорить слова, да. То есть, когда ребенок рождается, он не знает вот этих слов. То есть, он, поэтому так нам нравятся маленькие дети, потому что их еще не научили тому, что хорошо и что плохо. Вот. И я думаю, вы все знаете, что такое слово плацебо. Это когда дают кусочек мела, да, в виде таблетки, если человек верит, то это помогает ему в его болезни. Есть другое слово, нацебо. Это то же самое, но ровно наоборот. То есть, когда вам говорят, дают стакан воды и говорят, что здесь яд. Если вы в это верите, то, скорее всего, вы умрете. Ну, как минимум, отравитесь, да. И так же мы, вот эти верования, они определяют наше действие. То есть, мозг ищет подсказку, как найти подтверждение тому, во что мы верим. Да, и если люди верят в ангелов, которые здесь, то некоторые из них их видят. Я, например, не вижу. Нет, не повезло. Ну, ничего, я надеюсь, у меня все впереди. Вот, так вот, что такое таппинг, да, таппинг. И самооценка, она влияет вообще на все наши действия, да. То есть, если самооценка в норме, то что такое самооценка? Да, это наше отношение к себе и наше отношение к себе в отношении мира, да. То есть, если мы довольны собой, мы довольны миром, ну, людьми в этом мире, так сказать, ситуацией, то, в общем-то, мы чувствуем себя в комфорте. Если мы недовольны собой, мы начинаем искать всякие, предъявлять себе всякие претензии, и это влияет на наше поведение. То есть, мы становимся менее эффективными, потому что часто то, что мы говорим себе, это не является правдой. Это просто плохие привычки. А мозг, поскольку он управляет вниманием, да, он находит вот эти подтверждения. Да, и если у нас что-то не получилось, мозг сразу говорит, о, слушай, вот ты, ты неудача. А вот еще одну, а вот еще, и все, и человек опускает руки и сдается. Но инженер Гарри Крейг придумал технику эмоциональной свободы. Так она для него называется, в России мы называем таппинг для простоты. То есть, это использование аффирмаций и постукивания по точкам, которые связаны с эмоциями. И это меняет уровень кортизола. Кортизол – это гормон стресса, который включает механизмы Би-Би-Ги. И меняет всю нашу биохимию. То есть, когда мы напуганы, когда мы взволнованы, наша биохимия работает совершенно по-другому. То есть, у нас сгущается кровь, у нас учащается сердцебиение, нужно больше, меняется кровоток. Вот, и самое главное, что у нас в этот момент отключается логическая часть мозга. Поэтому в стрессе хороших решений очень-очень мало. Чем больше стресса, тем меньше хороших решений. И таппинг – это то, что помогает снизить уровень кортизола, уровень стресса, включить нашу логику и адекватность и найти правильное решение. Потому что вы дожили все до своего возраста, да, и вы решали проблему. То есть, у каждой проблемы есть какое-то решение. В какой-то момент она кажется неразрешимой, но если посмотреть чуть-чуть назад, то все проблемы, которые у вас были, они все так или иначе разрешили. Ну, вы же умеете какие-то проблемы решать? То есть, вы знаете, как найти еду, да, в холодильнике, и как ее потом приготовить, да, да. Масштаб не имеет значения. Имеет значение лишь ваш опыт и компетенция. Вот. И когда кортизол снижается, то это влияет на наше решение. То есть, вместе с этим, и мы часто здесь показываем демонстрацию, как это происходит. То есть, сначала человек говорит одно, и в процессе, по мере того, как он расслабляется, меняются его выводы. То есть, если вы хотите принимать правильное решение, сначала нужно избавиться от стресса. И таппинг – это техника, которую придумал инженер Гарри Крейг, которая позволяет это делать. И она решает сразу несколько проблем. Она убирает тревожность, помогает работать со страхами и фобиями, и улучшает самооценку. Все в одном флаконе, как говорится. Вот. Поэтому, если есть желающий, кто-то испытывает какое-то напряжение, неудобство, нерешенную ситуацию, мне нужен волонтер. Для того, чтобы это было... Да, конечно. Вот стульчик, подходите. Ну, я хочу в двух словах сказать, почему слова не работают, да? Работают техники. Потому что, когда появилось... Люди научились говорить, они уже умели реагировать. То есть, поэтому мы сначала реагируем, а потом, когда мы научились говорить, у нас появились слова, речь, так сказать. Мы начали объяснять, как говорится, природу вещей. Почему мы поступаем так или иначе. Но первично мы реагируем. То есть, кортизол, вся биохимия, она сначала приводит к реакции, а потом мы думаем, что это было. Вот. Как вас зовут? Ника. Ника. И что... Здесь еще чем хороша эта штука, что здесь, собственно говоря, не нужно говорить о самой проблеме. Это не про истории. Это про чувства. Когда вы думаете о своей проблеме, что вы чувствуете? Как вы узнаете, что она у вас есть? Ну, я всегда очень излишне... Не-не, мы говорим про здесь и сейчас. Не всегда, потому что вы уходите сейчас в мысли, да? А я спрошу, что вы чувствуете? Напряжение. А как оно проявляется? Где оно напряжение? На верхней части тела. Если бы у этого была геометрическая форма, на что бы это было похоже? Ну, похоже, такая губочная. Она твердая, мягкая? Твердая, давит. Она давит, да? Снаружи, изнутри? Изнутри. И какая она большая? Она все место занимает? На грудном клетке. И от 0 до 10, насколько это вас напрягает? Прямо 10. Прямо 10, хорошо. Так, здесь есть еще одна такая штука, она называется «Заимствованная польза». Вы думаете о своем, да? У каждого есть какая-то ситуация, может быть, вы забыли утюг выключить и сейчас думаете, стоит ли мне отсюда убежать. Или какая-то проблема посерьезнее, она как-то проявляется в теле. То есть вы ее оцениваете, да? То есть что это такое? Даете ей название какое-то, да? Потом оцениваете от 0 до 10, насколько вас это напрягает. 0 – это ничего, я об этом думаю совершенно спокойно. Ну, стоит утюг, у него автоматическое отключение, выключите. 10 – это все, я собираю вещи, убегаю прямо сейчас. Оцениваете по 10-бальной шкале и дальше просто повторяете за нами, что я говорю и делаю. Значит, сначала мы говорим фразу равновесия, звучать она будет следующим образом. Даже несмотря на то, что у меня есть эта проблема, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Сейчас, мы еще не начали, я поясняю просто, да? Значит, если эта фраза не заходит, часто мы, когда у нас не все хорошо, мы не любим и не принимаем себя. Вот, тогда мы меняем эту фразу на «я выбираю любить и принимать себя». Она заходит получше. И все. Даже стучим по ребру ладони. По любой ведущей руке, как вам удобно, хоть по очереди, хоть четырьмя пальцами. Гарри Крэг придумал это для того, чтобы мы не промахнулись и не думали о том, где эта точка находится. Даже несмотря на то, что у меня есть эта проблема. Даже несмотря на то, что у меня есть эта проблема. Я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Как вам эта фраза? Это правда? Это про вас? По концу нет. Нет, да. А есть какое-то качество, которое всегда с вами? То есть какая вы умная, добрая, красивая? Валевая. Валевая, отлично. я волеваю я выбираю любить и принимать себя и все свои чувства даже несмотря на то что мне есть эта проблема я не знаю как ее разрешить или знаете но несмотря на это я выбираю любить и принимать себя я волеваю даже несмотря на то что мы есть эта проблема и она дает у меня здесь груди на 10 баллов и не смотря на этом я выбираю любить и принимать себя я волевая . между бровями вот здесь это проблема трой глаза здесь это напряжение под глазом не нужно расслабиться и таки что тогда произойдет и проблема не будет я напрягаюсь а надо расслабиться это возможно и это возможно я выбираю расслабиться я выбираю расслабиться прямо сейчас . подмышка вот здесь и освобождаясь от всего что мешает этому макушка в уме или духе блоки вдох и полного что сейчас вот этим вот напряжением который у вас было вот такой зубчатая что за такое там а что там на этом месте этого расслабился что с проблемой ну хорошо если у вас осталось что-то да то есть у вас было 10 сейчас сколько сейчас мы работаем с остатками даже несмотря на то что мы осталась эта проблема и возможно она еще вернется и возможно это странная техника мне не поможет несмотря на это я глубоко полностью люблю и принимаю себя люблю и принимать как сейчас вам эта фраза больше похоже на правда я волевая даже смотря на остатки ты проблема я глубоко полностью люблю и принимаю себя даже несмотря на остатки это проблема я выбираю наполнить освободившееся место чем бы вы наполнили это место я выбираю наполнить это место светом это хорошее чувство это хорошее потому что я люблю и принимаю себя я выбираю относиться все хорошо я могу выбирать что чувствует эти остатки проблема проблема я освобождать я наполняю свободное пространство светом для чего вам это нужно чтобы жить свободно чтобы чувствовать себя хорошо а еще для чего что вы можете в таком состоянии делать вам нравится она хорошие состояния я могу следовать и освобождать от все что мешает этому чтобы чувствовать себя еще лучше глубокий вдох как бы вы это не назвали вам сейчас лучше ну вот там вот можете взять буклетик и почитать потом как это сделать для себя спасибо да это скорая помощь это скажем так это фитнес для эмоций да то есть у нас есть фитнес скажем для тела до когда мы понимаем что нам надо там немного подвигаться мы идем спортивный зал и там бегаем по беговой дорожке или что-то еще делаем да но это не спорт высокие достижения да то есть это делается тогда когда у нас есть настроение желание и собственно говоря время на это и это тоже самое да потому что собственно говоря этим можно пользоваться в любое время в любом месте да это не обязательно делать так вы можете это представлять что вы делаете это общественном транспорте в любом момент когда вы почувствовали себя нехорошо да то есть вы сейчас лучше себя чувствуете то есть у вас изменилось состоянием то есть моя идея заключается в том что собственно говоря ну когда мы находимся в кортизоле да мы забываем о том что собственно говоря мы хотим да то есть у нас есть какие-то идеи когда мы будем иметь это состояние до счастья радости да когда-то там когда я пойду в отпуск когда кончится коронавирус когда откроют границы не знаю когда я поеду на море куплю квартиру выплачу ипотеку выращу детей и так далее и тому подобное да но когда это время подходит у нас появляются какие-то новые идеи чего нам не хватает для того чтобы быть счастливыми а часть это состояние и это состояние оно его можно назвать как покой да вот эти все всплески там радости эндорфины это вот как говорится побочные эффекты которые могут быть но мне кажется что люди хотят быть больше спокойными счастье такое что такое эфемерное какое-то название но у каждого есть свое определение этого состояния и мы можем достичь прямо не вставая с этого стульчика скажите кто делал с нами что-то было какие-то изменения кто-то поделится не очень получается не хочу банально там говорить это круглый квадрат я понимаю что что-то есть нет это нет здесь вопрос в том чтобы ну отследить изменения да я не разгадываю сны или там метафоры я понятия не имею что означает вот эта штука в груди вот нашего волонтера да то есть этому ваша какая-то ассоциация здесь важно что то есть когда мы мы часто уходим какие-то размышления то есть тело нас возвращает на место дарит и тело находится всегда в моменте здесь и сейчас она не может быть где-то а наши фантазии они могут носить нас куда-то далеко где где нас нет и просто фокусируясь на том что и где у нас как это проявляется в виде дискомфорта то есть мы собрались сейчас все дата шкалу от 0 до 10 ощущение в теле можно выбрать что-то одно можно ничего не выбирать да просто просто станет зависит от того как вы это практикуете для себя то есть но важно для того то есть если это не помогает вам достаточно быстро значит вы что-то делаете не так то есть либо вы не и мы же часто врем себе о том что кто мы что мы чего мы хотим на самом деле вот и это сбивает с толку поэтому первое чему учит эта практика она учит честности по отношению к себе то есть мы говорим себе правду что я чувствую я испытываю страх я испытываю ревность я испытываю зависть тревожность за себя за другие ли я боюсь что-то увидеть я я боюсь будущего я то есть сначала мы проговариваем всего чего мы на самом деле боимся да то есть мы ставим какую-то задачу до которую мы собираемся решить если мы говорим фокусируемся на том чего мы самом деле боимся да это работает наш кортизол уходит и последствия мы меняем привычки то есть мы перестаем бояться каких-то вещей которые мы же на разные вещи реагируем мы реагируем на какие-то слова мы реагируем на информацию да помните вот эти первые ролики которые из китая пришли по коронавирусу когда там люди падали да и это такого ох ты мой что и что это такое да и посмотрите на это сейчас как мы к этому относимся поэтому это вопрос привычки ну того как мы привыкли к этому на наш дороге и таким образом можно менять свои действия до своей привычки то есть перестать реагировать на определенных людей на определенные слова которые нас обижают потому что если вы работаете в коллективе да есть какой-то человек который вам не нравится но не нравится часто только вам по какой-то определенной причине другие относятся к нему либо дружелюбно либо нейтрально чья это проблема вот и тогда вы задаете все вопросы почему мне не нравится а может быть он не кого-то напоминает ли мне не нравится как он себя ведет или еще чтобы с помощью этого убираете мы здесь вы когда я здесь был прошлый раз у нас собралась целая группа обидчивых людей мы работали с обидой да и вот здесь был волонтер который говорил о том что он его раздражает то что его не слушают его работники вот и в конце он пришел к выводу ну не слушает и не слушает главное работу делает то есть ему хотелось что-то свое донести иногда это не это это лишнее да сегодня кстати день такой интересный в 53 году расстреляли лаврентия берия в этот день вот карма такая это то что мне нравится в историях про карму то есть у злодеев у них часто очень низкая самооценка и они реализуются за счет того что унижает там или обижают других людей ну вот как видно карман достигать может быть кто-то хочет попробовать сесть на стульчик и порешать какую-то с какой-то свой вопросик давайте это очень хорошая это то что тот с чего нам все всем не хватает да конечно мы же эмоционально реагируем то есть мы но женщинам проще в этом плане потому что мужчина они больше как бы думают им сладь сложнее это это тоже вопрос привычки пошли женщины попадаются к ты спрашиваешь и что ты чувствуешь я ничего не чувствуешь люди закрывают но давайте побудьте побои в более сконцентрировано что вы видели один результат вы час увидите второе просто это не вопрос веры да это вопрос то насколько вы сфокусированы на своем своих переживаниях да насколько вы на самом деле хотите решить эту проблему которая у вас есть но здесь есть много людей в которые приходят в облака тут есть сегодня его нет армен вот он вообще ничего не чувствует человек добился полная полного то что какие-то но у него есть проблема у меня есть проблема но я ничего не чувствую может быть проблема в том что я ничего не чувствую почему я не хочу ничего чувствовать вот но опять же поймаете чем конкретнее сформулирована да то есть можно ну я начинал читать лекции здесь в облаках еще в четырнадцатом году вот потом слишком много эзотерики это в то время было и очень сложно после люди где-то летали и в облаках эта штука она более конкретно да ее придумал инженер и у инженеров нет другое мышление да они вот смотрят почему колесико не крутится да надо там подточить надо что-то поменять да то есть вот чтобы колесико крутило то есть зачем вам это нужно первый вопрос что конкретно я хочу изменить я хочу перестать реагировать на какую-то ситуацию я хочу перестать об этом думать я хочу не возвращаться в свое прошлое которое меня там постоянно дергает ах если бы я тогда вот тому парню сказала да и а сейчас он уже миллиардер и что-то в этом роде да что конкретно вы хотите поправить и тогда будет совершенно конкретно это да то есть вы проговорите конкретные вещи да говорите себе правду ну давайте мы попробуем помочь нашему волонтеру как вас зовут ирина так можете сказать чего вы да 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 что что не крутится что что вам мешает жить неуверенность что я хорошо то есть вы считаете что вы нехорошая я думаю что человек может считать что он хороший только тогда когда есть со стороны важных людей которые отметил вот это обратное подтверждение хорошо когда вы думаете об этом а что вы чувствуете растерянность чувствую хочется пореветь куда-то спрятаться 1 1 1 1 2 здесь на самом деле очень хорошее пространство для того чтобы и при этом у вас какое-то качество есть хорошее или все плохо все очень плохо готовить может что-то умеете масштаб бедствия чтобы нам просто сразу понимать вдохновляющее вдохновляющее отлично хорошо от 0 до 10 насколько вас это напрягает так ну как я сказал то есть вы можете заниматься своими проблемами чем хорошо быть вот в этой хорошей компании да а мы будем помогать искать и хотя я чувствую себя недостаточно хорошие потому что недостаточно значимых людей подтвердили это а кто эти значимые люди кто должен позвонить путин он сегодня пресс-конференцию знаете как он там звонит мальчиком всяким так ну хорошо кто эти значимые люди путина вычеркивает вопрос чего мы боимся может просто слова говорю мужчины да ну хорошо ну кто эти мужчины где они они вообще где живут и они живут городе москва и какое слово не должны сказать для того чтобы почувствовали что я значимая потрясающе но они этого не говорят но несмотря на это но несмотря на это я выбираю любить и принимать себя такой какая есть я вдохновляющая это правда это про и это правда и хотя пока нет достаточно количество мужчин которые сказали мне какая хорошая даже на французском итальянском и французском вы бы их поняли отлично но несмотря на это я выбираю любить и принимать я выбираю относиться к себе хорошо все лучше и лучше лучше и вдохновляющая вы могли бы сами себя вдохновить на это на эту идею хорошая идея относиться к себе лучше даже несмотря на то что этих обозначенных мужчин не так много и они их нет на горизонте и даже здесь их не туда смотря на то что пока их нет на горизонте а мне так нужно их одобрение да мне нужно их одобрение но несмотря на это я выбираю относиться к себе хорошо я вдохновляю сначала между бровями я вдохновляю я выбираю относиться к себе лучше я выбираю относиться к себе лучше это возможно немного это немного возможно уже это уже неплохо я выбираю относиться к себе хорошо я выбираю замечать себе хорошее я выбираю вдохновлять себя я выбираю я выбираю вдохновлять себя как вам такая идея это лучшее что может быть я освобождаюсь от все что мешает мне относиться к себе лучше я освобождаюсь от всех этих идей про этих обозначенных мужиков возможно они никогда не появятся как же жить мне мне жену не нужно жить дальше да я убираю весь кортизол у меня достаточно ресурсов для того чтобы замечать себе хорошее отлично у меня есть компания которая может создать настроение и я освобождаюсь от всех идей что мне нужны какие-то другие люди для того чтобы они меня заметили я сама выберу того кто мне нужен я освобождаюсь от все что мешает этому в уме или и я освобождаюсь от этого чувства оно мне мешает это прошлый век глубокий вдох как самочувствие ушло вот это вот желание там не знаю драматизировать и реветь вообще без конца так а какие новые мысли и идеи ну такая первая фраза возьми себе в руки так и что потом с этим делать знаете я уже два месяца таппингом занимаюсь я знаю что он мне помогает не не давайте мы не будем про таппинг по таппинг я буду рассказывать это моя тема не забирайте не забирайте у меня тема говорить про себя про свои ощущения про какие мысли у вас сейчас что с этим напряжением которое у вас было у вас было на 10 баллов сейчас тогда еще делом кружочек и хотя это напряжение еще не уходит мне еще на 50 процентов нужны эти мужики одобряющие ну 30 процентов нужны одобряющие мужики ну не смотря на это я выбираю любить и принимать себя я выбираю любить и принимать себя и относиться к себе все лучше и лучше и вдохновлять даже несмотря на то что у меня 30 процентов еще нужно чье-то одобрение на 30 процентов еще нужно одобрение я выбираю любить и принимать себя я выбираю любить и принимать себя и ту часть которая нужна одобрением Даже несмотря на остатки этого напряжения, я целиком и полностью люблю и принимаю себя. И эти остатки напряжения. Все эти глупые мысли про то, что мне нужен кто-то, чтобы сказать, какая я классная. Немного неумные мысли про то, что я хочу, чтобы мне сказали, что я хорош. Эти неумные мысли. Они неумные. Я освобождаюсь от них. Я освобождаюсь от них. Я выбираю чувствовать себя хорошо и относиться к себе замечательно. Я выбираю чувствовать себя хорошо. А чем бы вы наполнили то место, которое освободилось от... Розы такой. Сиренью. Я наполняю себя розами и сиренью. Светущими. Чтобы чувствовать себя еще лучше. Чтобы чувствовать себя лучше. И что вы будете делать в этом состоянии? Я пойду в облаку, в центр и еще раз попрыгаю. А, отличная идея. Есть чем заняться, чем думать о каких-то мужиках. И освобождаюсь. И освобождаюсь. Это в уме, теле и духе. В уме, теле и духе. Глубокий вдох. Как самочувствие? Хорошее. Оно лучше, чем было до того, как он на этот стульчик. Оно лучше, да. Оно лучше. Как это примерно происходит? То есть, это занимание так много времени, как... И это, опять же, под рукой. Потому что, ну, есть хорошие вещи, которые помогают. Это медитация, это и дыхательная техника. Но проблема в том, что когда у нас много кортизола, мы обо всем этом забываем. Да, и можно хотя бы вот эту точку взять и по ней подключать. И мы сразу возвращаемся в текущий момент. Нам нужно понимать просто, что мы можем выбирать на самом деле, что чувствовать. И это вопрос привычки. Потому что есть плохие привычки. Все время тревожиться, переживать. А мозг он устроен таким образом, что он накручивает. Да, и можно это остановить и переключиться на что-то другое. Вот. И это расслабляет, да. Это расслабляет тело. Как только расслабляется тело, да, это сигнал мозгу о том, что все, мы в безопасности. И у нас появляются какие-то уже другие решения о том, чем бы мы могли заняться. Кроме того, как ругать себя, обижаться, грустить и так далее. Если вам не скучно, в чем проблема одиночества, да, в том, что нам нужен кто-то, ну, это идея, да, что нужен кто-то, потому что нам скучно самим собой. И вот этот Эрхат Толли, тут нет его книжек, да, он как-то в своей книге написал, что как раз он, когда, перед тем, как просветлел, он собрался покончить с самоубийством, потому что он не мог уже жить самим собой. И он задал себе вопрос, а кто это такой вообще сам собой, это кто вообще, что это такое. И вот тогда его начало понять, его понесло. Вот, то есть когда нам не скучно самим собой, да, когда нам есть чем заняться, потому что есть довольно много комфортного чувства одиночества, когда мы смотрим кино, читаем книгу или делаем что-то сосредоточенное, да, работаем там или там что-то изучаем. Нам никто не нужен, нам наоборот мешают другие люди, да, и это хорошее, это тоже ведь одиночество, да. И то есть когда появляется скука, и нам, вот тогда как раз появляются все эти идеи, мысли о том, что нам нужен кто-то, кто нас развеселит или создаст нас это. И вот это как раз проправдывает, если вам не скучно самим собой, вам не скучно будет с любым человеком в этом мире, в любой компании, в любом, в любое время, в любом мире, потому что вы в норме с собой. Сам тебе вижу. Да, примерно так. Ну что, может быть кто-то хочет ее заспросить или попробовать? Нет? Нет, да. Вот, например, когда у человека пресс-напрегет со судьбой бестонии, может таппинг попасть? Ну, если вспомните... Я могу сказать, что таппинг не может навредить, потому что, собственно, чем мы занимаемся, да, мы говорим некие аффирмации, да, и стучим себя по лицу, да, ну, или по каким-то там точкам, да, по телу. То есть мы не колем себе иголками, не принимаем препараты, и, собственно говоря, возможно, это не поможет, но, во всяком случае, это поможет снять напряжение. Значит, у нас есть сообщество людей, которые... Вот здесь буклетик, там вы можете найти, здесь есть на обратной стороне, QR-код, где вы можете найти все, вы на визитке тоже, да, найти все ресурсы, YouTube, сайт, сообщество всякие. Вот, и в Дагестане в прошлом году, может быть, вы помните, была очень большая проблема с больницами, когда у них коронавирус там начался, потому что заражали целыми семьями, их там клали в разные больницы, и вот один врач, он просто по интернету, ну, посмотрел пару роликов и научился таппингу, да, и он пошел волонтером, он врач в общей практике, но они с друзьями пошли волонтерами в больницу Махачкалы, просто помогать больным и врачам, вот, и кортизол, он еще имеет такое свойство, он снижает иммунитет, да, то есть он как бы меняет биологию, вот, потому что люди были напуганы, люди беспокоились за себя, за других людей, за родственников, за своих детей, там, пап, мам, вот, и это снижало их, они хуже дышали, вот, и когда он делал им таппинг, да, люди начинали лучше дышать, люди переставали беспокоиться и, соответственно, лучше выздоравливали, вот, поэтому, как дополнительная терапия, да, это вполне себе может использоваться, для помощи себе, ну, для начала лучше научиться помогать себе, то есть, когда вы норм, вы создаете, как бы нормальное, скажем так, энергетическое поле вокруг себя, да, и все как-то, и в голове уже как-то все полегче, да, поэтому и многие проблемы, они просто исчезают, потому что они были придуманы. А, надумали? Ну, давайте. Как вас зовут? Елена. Елена. Итак, Елена, что вас беспокоит? Меня беспокоит, что я, к сожалению, когда мы считаем, что я ничего не добилась, да, и вообще не знаю, что кто я, что я не добилась. Какая трагедия. Так, и как вы узнаете о том, что вы ничего не добились? Ну, я думаю, в сравнении с какими-то друзьями, знакомыми, там, и все. Друзья добились и знакомые, да? Угу, хорошо. И что вы чувствуете, когда вы думаете о том, что ваши друзья так многого добились? Что, почему я такая, как, что со мной не то? Нет, это вы так думаете. А что вы чувствуете? Что чувствуете? Чувствую грусть. Грусть. А как вы знаете, что вы грустите? Что, ну... Как это проявляется? Не хватает энергии. Точнее, снижается энергия. Ну, вот прямо сейчас вы вспомните какой-нибудь из своих успешных друзей. Что вы при этом чувствуете? Что я хочу так же. А создает ли это какое-то напряжение, то есть, внутри вас, о том, что... Ну, вы не добились к своим годам ничего, это катастрофа. Что вы чувствуете? Где это проявляется? В голове это, в груди или, может быть, в животе? Я думаю, в голове, да, в голове. Ага. А если бы у этого была форма, на что бы это было похоже? На какой-то темный туман. Он во всей голове или где-то в какой-то ее части? Нет, во всей. И от 0 до 10, насколько это напрягает вас? Семь. История на 7 баллов. А есть какое-то качество, которое у вас есть хорошее? Качество? Чего-то вы добились? Ну, я красивая. Вот, отлично. Поехали. Даже несмотря на то, что я к своим годам ничего не добилась. Несмотря на то, что я к своим годам ничего не добилась. Это меня напрягает. Это меня напрягает. Жизнь закончилась. Не? Жизнь не закончилась. Не закончилась. Ну, несмотря на это. Несмотря на это. Я убираю любить и принимать себя. Я убираю любить и принимать себя. Я красивая. Я красивая. Ну, я ничего не добилась к своим годам. Я ничего не добилась к своим годам. А другие добились. Другие добились. Наверное, они умнее меня. Нет? они и они не умнее меня может быть они как-то удачливее может быть они удачные чем я но несмотря на это я глубоко полностью люблю принимать каком это фразу она мне нравится я красивая даже несмотря на то что я к своим годам ничего не добилась я не такая удачная удачливая как мои знакомые моя такая же умная или умнее даже но не смотря на это я глубоко полностью люблю принимать я прощаю себя за то что я так плохо думаю я красиво я ничего не добил может быть это не так плохо не нет вы можете по я накидываю вам просто идеи вы не обязаны с этим соглашаться можете сказать что-то свое как вам эта идея я сказал что может быть это неплохо и это очень плохо это очень плохо а другие добились и не сложно будет их догнать да это правда это неправда я легко догонит мне просто нужно что нужно собраться мне нужно собраться боятся такая разобранная немножко есть я слишком расслабилась нужно под напрячься я сделаю это красиво красиво везет просто время еще не подошло я слишком расслаблена и освобождаюсь глубокий вдох что у нас там с туманом голове я же не даю совет я просто накидываю как бы идеи которые мне в голову приходят я просто подбрасываю а поскольку мы находимся в текущем моменте да мы чувствуем что ну блин это какая-то хрень это не моё да и вы говорите свои слова которые вас то есть я вас провоцируем на самом деле но я не пытаюсь вам дать какие-то советы обычно люди дают совет и совет они не работают потому что здесь вы выбираете сами что является правдой для вас да и мы продолжаем даже несмотря на остатки этого тумана в голове я убираю ясность я выбираю любить и принимать себя и говорить себе правду я же красивая даже несмотря на остатки этого тумана в голове и всех этих мыслей о том что я к своим годам ничего не добилась должна была я могу наверстать потому что я люблю и принимаю себя даже не смотря на на остатки этого тумана в голове и всех этих сравнений с другими людьми возможно у них есть что-то что чего нет у меня но у меня есть то чего нет у них я красивая эти остатки тумана я освобождаюсь я убираю ясно я убираю знать что мне нужно делать для того чтобы получить то чего я хочу я освобождаюсь от всех претензий к себе я всех идей о том что я чего-то не успела у меня есть время возможно мне было просто нужно было время подумать я убираю ясность глубокий вдох так подождите подождите так что у нас там сейчас насчет людей по поводу этих людей которые уже что-то там достигли уже об этих людях не думает отлично ну спасибо набрались мелкие но это то о чем я говорил да то есть когда у нас меняется наша внутренняя биология да у нас меняется ход наших мыслей то есть только что человек думал о каких-то людях осуждал себя определялся какие-то претензии и это приносило и и дискомфорт да собственно мысли о том что собственно говоря вы видите это молодая девушка она ничего не успела в своей жизни и она в этом переживает да мне с моего возраста это не кажется очень такой идея да потому что даже сейчас в своем возрасте я продолжаю учиться и удивляться тому как как много еще 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 стоит узнать хотя вот есть люди которые по-французски готовы принимать комплименты на итальянском я бы даже не понял что мне сказали как много хорошего у нас есть да так что здесь вопрос фокусе внимания да куда мы смотрим 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 ли мы на назад вперед либо мы оцениваем объективно потому что то что было у нас прошлом она но это как фотографии да вы смотрите старые фотографии думать и господи или там не дай бог старые записи какие-то свои ой что я говорил господи неужели это был я в будущее это что-то такое эфемерное что может быть а что может быть не да и вот эта история с коронавирусом она в определенном моменте сыграла в том что как бы мы стали думать более краткосрочной перспективе не о том что будет там через десять лет а чтобы через неделю через две неплохо можно загадывать слишком далеко да и поэтому надо чувствовать себя сейчас хорошо вот о чем нужно заботиться и это помогает нам чувствую обращать внимание на то как мы чувствуем себя сейчас да если вы чувствуете себя хорошо то многие вещи которые иногда кажется но вам были нужны они просто сами отваливаются потому что это придуманные вещи которые мы думали что получив их мы получим это состояние в котором мы сейчас можем оказаться то есть если бы вы добились того чего добились ваши это да то с уже так думали что и если будет где-то рядышком с ними стояли вы чувствовали бы также себя как они не факт что они чувствуют себя лучше чем вы сейчас вот может быть вопросы какие-то идеи кто-то может хочет стульчик проверить потому что на самом деле болтать я очень много времени провел в эзотерике я занимался тантра ездил к сайбабе я ходил на кучу всяких разных тренингов и я много видел интересных феноменов но дело в том что они все неповторяемые да значит это техники эмоциональной свободы и мы говорим о том что это не лекарство от болезни да то есть у некоторых болезней есть соматическая форма да то есть они произошли от стресс да то есть когда наш организм находится в хроническом стрессе где-то кровь не поступает туда куда нужно у нас нарушается наша биология да и появляются какие-то болезни да иногда когда эти проблемы эмоционально разрешаются то меняется как бы биологии и и меняется есть люди которые этим занимаются да моя задача популяризировать да здесь есть книга ника оркнера да кстати вот да вы можете взять почитать да там много историй про то как это было да вот взяться лечить болезни это не про это да то есть для этого я обычно иду к врачам для начала ну то есть проверить кровь то что в крови там до анализа там еще что ну как такая скажем так помощь которая скажем помощью также можно уменьшить болевые ощущения локальные какие-то да но если эти эта боль она связана с какой-то с нарушением работы органа какого-то то это стоит обратиться к это профильному специалисту поэтому я бы не рекомендовал экспериментировать со своим здоровьем потому что как раз про эзотерику да то есть да я слышал много историй про то как люди там с помощью сыроедения излечивались от рака там или чувства другие люди умирали от этого не получив на как бы медицинской помощи вот поэтому сегодня у нас тема самооценки самооценка стресс что влияет как это влияет на наше решение поэтому если есть кто-то кто кто у нас еще не был на стульчике просто можно воспользоваться моментом и разрешить какую-то проблемку свою чтобы просто чувствовать себя хорошо да и пол понять как это работает потому что вот после тайминга людей меняется ощущение да и они об этом говорят да я не говорят в это все слышали здесь нет никакой майки возможно через какое-то время придет это может вернуться да но это опять вопрос вредных привычек да почему мы так плохо думаем о себе мы чему нам нужно чтобы кто-то нас по каким-то образом поощрял и говорил нам какие мы классные мы часами не знаю да сейчас же знаем что какие мы хорошие так сколько у нас времени тут у нас еще полчасика осталось вот но здесь есть в облаках книжечки да вот ника ортнера который можно взять почитать потому что не кортер он такой большой популяризатор он снял фильм есть хороший фильм он есть у меня на канале в ю тубе называется попробуй это на все то есть там история когда взяли был собрали в одном доме там несколько человек и в течение трех дней с ними работали специалисты и были разные специалисты разные люди с разными проблем и кто-то в в аварии то автомобильным попал раковый больной там был ветеран войны и еще какие-то люди с проблемами лишнего веса и с ними работали таска течение там трех дней да и также как вот здесь на стульчике была видна динамика как у людей менялись мысли как что они говорили вначале что они говорили потом как как они к этому относится конечно от рака человека не вылечили там да но ему стало легче думать об этом да потому что иногда мы загоняем себя мыслями своими о том насколько мы больны опять же снижая свой иммунитет вот ну опять же я говорил про кортизол до кортизол у него свойства такой вы можете про это почитать про свойства кортизол да то есть он стресс активизирует кортизол адреналин да поэтому когда много адреналина в крови вы спать не может то есть это будет проблема со сном соответственно когда по это будет проблема с пищеварением это будет проблема с дыханием сердце потому что кровь сгущается и соответственно если какая-то нагрузка прямая дорога к инфаркту к инсульту поэтому это помогает расслабиться да и поменять не только свое отношение но и поменять собственное говоря свое беохимии да да конечно я для этого сюда и пришел да кстати в следующую на сегодня у нас какой 23 до 29 числа это будет у нас среда будет еще оксана ганджа она кинезиолог да и мы будем здесь проводить вместе с ней ночного годе это пинг да мы будем выбирать всякое всякие несбывшиеся надежды там и прочее прочим освобождаться от всякого лишнего хлама от сожалений и и так это будет 29 числа 7 часов здесь так что приходите все 7 часов до как вас зовут юля так юля что что не так отлично так как узнаете о том что вы не принимаете себя хорошо что вы чувствуете когда вы думаете о том что вы не принимаете сюда а где в какой части тела он какой серый черный насколько был большой и насколько баллов от 0 до 10 этого ёжик вас напрягает если какой то качество или ну-ка который можете про себя сказать какая вы уникально отлично так опять же я повторяю что вы можете думать о своих проблемах и заниматься с нами таппингом даже несмотря на то что у меня есть эта проблема которая есть у всех этих девушек было и у меня наверное еще больше этого потому что на большой этот ёжик который меня колет у вас нет идеи откуда он появился как ёжик и мне кажется что все что все это с детства и тогда я была маленькой девочкой сейчас я большая девочка но веду себя также но несмотря на это я выбираю любить и принимать себя вам нравится эта фраза хорошим я убираю чувствовать себя хорошо я уникально даже несмотря на то что у меня есть эти идеи про себя и которые родом из детства и они мешают мне сейчас когда я стал взрослее несмотря на это я выбираю любить и принимать себя я уникально даже несмотря на то что у меня есть этот ёжик который дает на меня он давно со мной прямо из детства несмотря на это я выбираю любить и принимать себя я уникально . между браями это проблема это проблема с детства я была маленькой девочкой а сейчас я большая девочка и мне стоит принимать взрослые решения вести себя как взрослая девочка да а я веду себя по-прежнему и это не изменится никогда изменится я могу изменить чтобы например вы могли сделать любить и принимать себя да я могу любить и принимать себя как это сделать я могу перестать сравнивать себя с другими это возможно и чем бы вы заняли это время которое вы тратили на то что сравнивали себя с другими уже время появится например и что вдохновляет я могла бы думать о непознанном и таинственном вместо того чтобы думать о том что другие люди обо мне думают да и чтобы вы при этом чувствовали я чувствовал при этом вдохновение это хорошая идея я выбираю чувствовать вдохновение я выбираю чувствовать вдохновение каждый раз когда мне хочется сра думать о том как другие люди ко мне относятся или как я отношусь другим людям я освобождаюсь чтобы чувствовать вдохновение чтобы познавать непознанное глубокий вдох глубокий вдох как сейчас подумать о том о чем мы начали что там с этим ёжиком он там по-прежнему да он какой-то черный по-прежнему не такой колючий даже несмотря на остатки этого чувства из детства когда я думала что когда мне нужно было чужое одобрение я выбираю любить и принимать себя чтобы у меня было время познавать непознанное я уникальное даже несмотря на остатки этого чувства я целиком и полностью люблю и принимаю себя я убираю чувствовать себя хорошо даже несмотря на остатки этого ёжика или что-то там еще что мне досталось из детства я убираю принимать взрослые решения да я выбираю любить и принимать себя и относиться к себе хорошо а как это относиться к себе хорошо а как это любить и принимать себя а как это любить и принимать себя ну и наверное говорит себе правду да это хорошая идея это хорошая идея относиться к себе хорошо это хорошая деятельность любить и принимать себя возможно я смогу говорить себе какие-то замечать себе какие-то хорошие качества возможно во мне многом непознанного то время когда я смотрю на других и оценить да возможно не что-то чтобы хотели бы знать о себе больше как-то расширить своих расширить свои границы стать больше и освобождать от все что мешает этому уме теле и духе глубокий вдох как все чувствуете что там с ежиком ежик в тумане и что там на том месте где он был а чем бы вы хотели наполнить за место давайте еще раз я люблю и принимаю себя я убираю относиться к себе хорошо я наполняю себя вдохновением я наполняю себя любовью еще больше любви еще больше вдохновения больше радости еще больше чего может денешься куда можно накинуть еще больше денешься хороших идеи про то как я могу реализовать свои таланты и продать их за хорошие деньги это лучше чем думать о других людях и сравнивать тебя с ними да еще больше любви к себе еще больше вдохновения и освобождать от всего что мешает мне чувствовать себя замечательно потому что я люблю себя глубокий вдох как самочувствие а что насчет того что там было в детстве там его же хорошее ресурсное состояние ну вот теперь вы можете этим пользоваться до его и вы можете запомнить это состояние да потому что когда мы говорим о счастье да мы видим какие-то картинки то есть что должно происходить мы забываем о том что мы чувствуем да и вот это состояние его можно возвращать вы сделали раз два три и потом каждый раз когда вы будете попадать негатив будет говорить я где-то не там где должна быть да то есть для чего нам нужны вот эта эмоциональная боль да вот эта злость обида раздражение это звоночек такой который говорит не я не там я должен быть где-то в другом месте не должен это чувствовать а потому что я могу выбирать что что чувству да это как физическая боль да то есть если что это говорю я не не никто не говорит ну не знаю я я не задумался о том кто 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 говорит он молчит он называется вот но вопрос лишь том что мы имеем возможность выбора до того что мы хотим чувствовать и что мы можем в этом состоянии делать да то есть насколько наша эффективность меняется наша продуктивность да то есть если мы выполняем какую-то работу если мы строим какие-то отношения до в каком состоянии у нас будет это получаться лучше да то есть наши любые коммуникации любые действия которые мы делаем по работе или что-то еще да то есть просто задать себе вопрос да когда я лучше моя производительность лучше всего в этом состоянии или в том состоянии которое было до этого и если о плохом состоянии то есть я сначала привожу себя в порядок а потом иду делать дела потому что я знаю какой будет результат то есть если я в негативе я его транслирую его слушать слышат люди по телефону кто-то даже не берет трубки поэтому я не могу дозвониться если я в негативе я понимаю что не стоп надо сначала прийти себя в порядок потому что это как собака реагирует да вот вы идете в она лежит да то есть вы думаете вот она мне должна она может меня укусить и она начинает поднимать голову это точно все она меня заметила вы начинаете бояться за сказать больше собака думать чем напрягается на начинает рычать да и мы в конце концов кусает а другой человек прошел мимо просто не заметил собака как лежала так и лежал да то есть точно так же мы создаем какие-то негативные события своей жизни когда мы сами находимся в этом самом негативе да так поэтому спасибо вам за смелость надеюсь что вам это помогло вот так что друзья мои пользуйтесь и там вы все видели как это работает и чувствуете себя хорошо потому что вы этим создаете какие-то хорошие процессы да как-то люди рядом с вами они будут чувствовать себя таскать уютно плюс вас будут появляться хорошие идеи мысли для того чтобы делать какую-то свою работу да почему бы нет вот значит смотрите берите вот эти вот буклетики значит тем кто смотрит нас нашу трансляцию я выложу ссылки там фейсбуке вконтакте на облаках значит здесь есть вот qr-код там все что вы хотите и забыли спросить про tapping я собрал страницу где есть видосы энди брайса и общаюсь со многими мировыми тренерами там энди записал нам пособие когда коронавирус начался с вы можете часовое видео посмотреть и научиться как узнать как это делать правильно можете купить никого ортара здесь в облаках вот есть канал ю тубе есть instagram добавляйте туда telegram и все остальное так что если забудете просто потеряетесь в своем негативе просто наберите tapping в google или в яндексе и вы найдете все о чем я сейчас вам говорил это придет вас к моим ресурсам вот а 29 числа у нас будет новогодний tapping приходите будет весело уберем все старые еще у нас здесь минутки сидите как у нас уже всех простучал и и вроде заняться нечем а да конечно нет есть схема ну просто ну нет нет здесь есть вот смотрите вот здесь вот здесь картинка это я да и вот здесь вот точки все нарисованы здесь есть основная это довольно творческая техника да если вы просто зайдете в youtube и посмотрите видосы там поскольку это существует уже больше двадцати лет разные люди добавляли туда что-то от себя и есть фастер и все они используют четыре точки всего это связь на лпс таппингом и это это работает вот так что вы не можете каким-то образом ошибиться делайте как вы это запомнили главное как я говорил про шамиля который был в дагестане этот парень который по волонтере вы помогал больным больницы махачкалы вот он посмотрел видео он потом уже присоединился к нашему сообществу там учился у энди брайса но до этого он просто посмотрел видео да и начал делать так как он это понимает и он помогал людям они лучше выздоравливали то есть они освобождались от страхов связанных с коронавирусом со своей болезни начинали лучше дышать и соответственно как бы легче выздоравливали не заменяла всей терапии которые там происходило да но им было гораздо легче но их биология работал лучше вот я собственно говоря я это очень хороший способ помогать другим потому что собственно гряну ничего не требует до вместо того чтобы выслушать свою подругу которая ноет там да можно сказать слушай есть одна странная техника давай попробуем и потом когда вы ей раз это покажете да можете поболтать уже там о шопинге о чем-нибудь хорошем а потом вы можете когда выслушали а теперь вдохни выдохни скажи несмотря на это это саша творческая техника ну на самом деле информации очень много вот здесь вот возьмете так сказать зайдете я специально подготовил там вопросы на ответы но на самом деле здесь вопрос в том что часто сюда вот в облака заходят люди за какими-то но они ищут решения но в итоге находят книги и в этих книгах теряются да потому что слишком много идей слов это и люди уходят в мысли свои почему я все время возвращаю что ты чувствуешь да то человек начинает опять рассказать что он думает назад давай что ты чувствуешь потому что мы работаем с эмоциями и работаем чувствами ну вот видите как хорошо это это же неплохо но мы не мы не лечим здесь людей это побочный эффект у меня под каждым видео написано да это случайный побочный эффект потому что у вас изменился кровоток да у вас в область головы стало больше кислорода поступать и вот это где-то отключилась вот поэтому это не специально если хотите можем попробовать у нас осталось еще тут несколько минут 8 за 8 вот это лучше гораздо чем почему в чем проблема еще заключается да то есть я поэтому мне сложности с отзывами потому что если их сразу не взял потом через какое-то время человек уже забыл что не эта проблема была потому что мы убираем эмоциональный вот этот заряд и события допустим да и человек забывает он стоит становится нейтральным и так как его зовут катерина что болит беспокой история не нужна вы говорите у меня есть это чем хорошая эта техника да даже есть вещи которые человек не хочет говорить никому да тем более посторонним у человека иногда даже самого себе но он испытывает какую-то эмоциональную проблему и так так что при этом чувствуете но это его проблемы таска что он говорит а что вы чувствуете вам страшно волнение страх физически где-то проявляется на что похоже да ну физически если бы это имело физическую форму не даст понятно страх это название а физически на что это если бы эта форма от 0 до 10 насколько баллов хорошо если какое-то качество которое у вас положительно всегда какая вы умная добрая красивая уникальная вот у нас уже убежала уникальная девушка не не давайте без советов значит мы не за что у себя можете похвалить что вам нравится в себе импотечение хорошо так поехали у нас так много времени даже несмотря на то что мой заказчик относится ко мне не хорошо хорошо и хоть несмотря на то что у меня есть эта проблема я испытываю страх и это проявляется в моем теле таким образом на 7 баллов но несмотря на этом я выбираю любить и принимать себя я эмпатичная даже несмотря на то что у меня есть эта проблема и она создает такое большое напряжение у меня несмотря на это я выбираю любить и принимать себя и чувствовать себя хорошо и и я эмпатичная даже несмотря на то что у меня во всем теле вот эта вот проблема на 7 баллов я испытываю страх что еще это мешают но несмотря на этом я выбираю любить и принимать и чувствовать себя хорошо и я эмпатичная те . между бровями этот страх край глаза этот страх этот страх я выбираю освободиться от этого чтобы чувствовать себя лучше да это хорошая идея да она вам нравится мне нравится эта идея я продолжаю чувствовать страх но он еще остался и я выбираю освободиться от этого полностью уме теле и духе и духе глубокий вдох сейчас подумайте о том чем мы начинали работать что там вот в теле вот у вас там было здесь было здесь было что там сейчас осталось а что вы сейчас думаете об этом человеке благодаря которому вы все это испытывали есть какие-то новые мысли идеи хорошо давайте мы с остатками добьем у нас было всем сколько осталось даже несмотря на остатки этого страха и всего что с ним связано я глубоко и полностью люблю и принимаю себя как вам эта фраза отличная фраза я выбираю относиться к себе еще лучше я эмпатичная даже несмотря на остатки этого страха и всего что с ним связано и всего что с ним связано я выбираю чувствовать себя еще лучше и относиться к себе все лучше и лучше даже несмотря на остатки этого страха и всего что с ним связано все что является правдой и неправдой я освобождаюсь от этого чтобы чувствовать себя замечательно эти остатки страха я освобождаюсь от них я наполняю себя чем бы вы наполнили то место которое освободилось я наполняю это место любовью еще больше любви еще больше эмпатичности вам нравится ваша эмпатичность или она вам мешает ну тогда больше практичности может быть даже чуть-чуть циничности еще больше циничности еще больше прагматизма еще больше прагматизма и еще больше денежек это все приятные мысли а страх я освобождаю но страх же это большая энергия представляете сколько это да вы можете использовать на что-то другое но вы тратите это на страх да а можно превратить это в денежки а можно в любовь а можно в отношения а можно еще во что какие-то идеи у вас же там не хватает энергии страх там не хватает энергии нет ну на какие-то другие вещи я освобождать от всего что мешает мне чувствовать себя замечательно и ресурсно От всех идей, которые лишают меня моей творческой энергии. В уме, теле и духе. Глубокий вдох. Как самочувствие? Хорошо, все жужжит. Я волшебник. На самом деле, с января вы можете найти меня по этому QR-коду. Там на сайте есть расписание, я сейчас формирую группу регулярную, которая там раз в неделю мы будем онлайн собираться и заниматься тем, чем мы занимаемся здесь. То есть для того, чтобы улучшать, как говорится, в январе еще два раза буду здесь в облаках. По субботам, может быть, будет побольше народу. Ну и сегодня было неплохо. Вот, так что спасибо, что были, спасибо, что делали это со мной. И не забывайте, нет, это книга «Белых облаков». У меня это было открытие сегодня, спасибо вам большое. Но есть хорошая новость, не убегайте. А главное, что-то приносите, что-то такое, да? Что? Приносите с собой свои проблемы, мы от них будем освобождаться. У меня есть две книжечки, которые я, это мои, не облаковские, которые я подарю, если вы мне запишите на видео сейчас отзыв. Потому что это проблема с отзывом. Люди уходят, потом забывают и проблемы уже не было. Я понял, что надо делать это по-свежему. Так, ну мы уже выключили, да? Отлично. Спасибо. Не-не, у нас есть тут своё. Словернайм-друг, вы как работаете? Не-на. Этот город.